На Донбассе все так же обстреливают наших бойцов из Градов. В трех точках на востоке страны находятся мои коллеги. Начнем с Луганской области. С нами на связи Андрей Илаш. Андрей, здравствуй. Что сегодня на передовой? Наташа, сегодня террористы снова стреляли из Градов, пытались уничтожить танковые дивизии, расположенные за буферной зоной в 15 километрах от города Счастье. Это в пределах поселка Трехизбенка. Там стреляют постоянно. Мы побывали у взорванного террористами моста. Журналистов на той территории еще не было. Трехизбенка сейчас, первая линия фронта, фактически по ту сторону реки в своих дотах до сих пор сидят террористы, откуда и ведут огонь. Туда заходят группами дивизии, отстреливаются блокпост, блин, и ждут наших решений. Садятся по лево, по право. Тяжелая ситуация у ребят из Национальной гвардии. Под селом Золотое связаться с ними не получается. Армейцы, которые находятся неподалеку от 31-го блокпоста, говорят, что военных взяли в кольцо. Есть погибшие, раненые и уничтоженная техника. А вот генералов на передовой нет. Никто на себя ответственность не хочет брать. Вот вам и все. Один вопрос. Они тут не владеют информацией. Сенсационное заявление сегодня сделал комбат Айдара. Говорит, ему предлагали 20 миллионов долларов в обмен на ТЭС, где находятся Айдаровцы. Вместо них электростанцию должен был охранять кто-то другой. Теперь пытаются действовать по-другому. Самое боевое подразделение, которое есть в данном регионе, резко нужно вывести на так называемое боевое ослаживание в регион, который находится за пределами АТО. Кстати, саму ТЭС боевики продолжают периодически обстреливать. Накануне повредили сразу несколько линий. В результате без света остались на Вайдар. Мы остаемся в Луганской области и следим за развитием событий. Спасибо, Андрей. Это был Андрей Лащев из Луганской области. Продолжение следует...